Сегодня мы вышли на борьбу с шаурмятницами и чебуретницами, и это будет честный народный контроль. На днях общественники народного контроля, усилившись целым депутатом Гурдумы Екатеринбурга, прихватив с собой чиновников мэрии, членов городской общественной палаты и специалистов по санитарной безопасности в общепите, вышли в отличный рейд по местам продажи мёртвой плоти, каких-то пуделей и изделий из них, на сортировке и в примкнувшей к ней части Верхесецкого района. Отличным от других, этот забег по забегаловкам можно считать по множеству причин. Самое сенсационное – это то, что впервые за почти десяток таких походов проверяющие увидали санитарную книжку, не купленную, настоящую, с настоящими отметками о прохождении всего, что полагается, и пусть она была одна-единственная на четыре точки, а остальные полтора десятков работников общепита, о такой экзотике только слышали что-то от оксакалов, всё равно уже целая ложка мёда в бочке с лёгтем. И даже вот эта санитарная книжка, она не перекрывает тот негатив, который есть в заведениях общественного питания. Отсутствие воды, отсутствие элементарных условий гигиены. Сходить в туалет люди не могут, они, извиняясь, сутся в ведро, которое тут же стоит, тут же ухимуют, и тут же они готовят эту самсу, шашлыки, которые не поняты, с какого мяса. Кстати, о бочках. В одной такой, с системой тандыр, огромной, где запросто помещается целая туша для запекания, проверяющая и спасли целого южанина, с которого явно лепили образ главного героя компьютерных игр, начиная ещё с 8-битной приставки Дэнди. Правда, выяснилось, что этого Марио, или даже Супер Марио, как бомжа какого-нибудь, никто живьём запекать не собирался, а тандыризировали его для проведения пусконаладочных работ в Тандыровой едальне на Бебеля-136. Здесь вообще-то идёт такой довольно-таки капитальный ремонт, по сути, самые настоящие строительные работы. По российским законам эти работы несовместимы с приготовлением какой-либо пищи на продажу людям. Здесь месят тесто, а вот здесь месят глину, здесь месят глину, а здесь вот месят тесто. Но это по законам российским, а здесь же не забываем маленькая Италия. И кроме пленного Марио в горшочке, есть большой босс мафии, он же Крыша, который любых проверяющих сам научит, как проверять и где при этом разуваться. С Бебеля-126 ходоки-общественники переместились в шашлычную на Аполехинской, 30. Вокруг киоска всё в какой-то жёлтой жиже. Видимо, сюда сливают отходы. Вот такой вот шашлычочек готовый. Немножко уже подзаветренный. При ближайшем рассмотрении, а также обнюхивании, оказалось, что это не просто заветренное, а просто тухлое мясо. И место ему на помойке. Куда оно? С витриной заведения, где, кстати, парадоксально как раз и обнаружилось, единственная настоящая санитарная книжка и проследовала по настоянию проверяющих. Вот посмотрите на заветренное мясо, на всё на это, которое хотели людям давать поесть. Сначала готовить всё это. Мы заставили всё это убрать. Я надеюсь, что всё выкинут в помойку, потому что этого добра замороженного здесь и заветренного с запахом тухлеца очень много. Мясо буртили. Сыр здесь хранился с обмежной смартфой. Кстати, о собаках. Очень интересно, это собакен или барашка висит? Так с виду и не определитесь. Интересно, откуда мясо у вас? Соответствует ли оно всем требованиям? Есть ли у вас санитарная книжка? Условия хранения продукции? Есть, есть. Холодильник есть. А где холодильник будет? Там, на столе. На улице холодно. А это соседний киоск на Полихинской, где торгуют чьим-то мясом. Без таких предрассудков, как ветеринарные сертификаты и иные сопроводительные документы или холодильник, который... А зачем? Дверь открыла, вот тебе и холод. Зря, что ли, на север переезжали. А что это за скотинка? Как она встретила свою кончину? Будучи нежным барашком в забойном цехе или естественным образом в кругу семьи, в окружении стада прапраправнуков... Это все покупатель как захочет, так себе пусть и нафантазирует. И, наконец, наши естествоиспытатели оказались на самом пике. Не просто в забегаловке, а в вокзальной забегаловке. Казалось бы, верная погибель и любая сортировка померкнет на этом фоне, но нет. Все наоборот. Здесь оказался лучик света в темном царстве. И такой яркий, что проверяющие решились на смертельный номер. Два чебурека. Да, пожалуйста. Разогреть надо? Нет. Два береша? Да. И два береша. Пожалуйста. Вы решили купить? Ну, мы же должны как-то демонстрировать и проверять наглядно пищу. Я не утверждаю, что мы будем ее есть, но внешнее состояние мы ее оценим. Одним только внешним осмотром исследователи в итоге ограничиться не смогли. Впрочем, настолько рисковать здоровьем, что попробовать на вкус не смогли еще сильнее. Поэтому, как завещал царь Соломон, а вы его просто пополам провите, они так и сделали. Если разорвать его, то мы видим, что там есть мясо, но его на самом деле немного. Сейчас посмотрим, сколько нам положили мясо в чебурек. Это вот одна половинка чебурека. А вторую можно я съем? Это вот вторая половинка чебурека. То есть чебурек вот такой вот он большой, а мясо здесь, мне кажется, грамм даже, ну, даже не 50, а 30 грамм мяса. Ну, вот еще немножко. Там еще. Давайте беляш посмотрим. Давайте беляш посмотрим. Вы трогайте, трогайте. Разрываем. Он у нас говядины заявляется. Кстати, покажи, какой он большой, так-то беляш. Почти как чебурек, чебурек будет чуть больше. Мясо у него. Еще меньше даже, чем чебурек. Боже! Вот, смотрите, да, мясо. Мясо, ну, вот так же вот выложим его. Да. И просто для сравнения. Ага. Сколько было? Ну, грамм одинаково, смотрите. Нет, в чебуреке чуть побольше, чем в беляше. Ну, такие вот беляши. В общем, тут что-то еще рассказывать, пожалуй, не стоит. Вы все сами видели, сами и решайте. Стоит это ваших денег или не стоит экспериментировать над своим единственным организмом за его же деньги. Ну, а в целом, резюме этого, строго говоря, второго в этом году, но первого в сопровождении прессы рейда таково. Вы знаете, в принципе, мы были удивлены тому, что у людей появились санитарные книжки. Причем они даже не имели признаков подделки. Для нас это было шоком. В двух местах мы видели санитарки, документы, которые необходимы. Для нас это, конечно, удивление. И есть, наверное, в этом небольшая часть нашей заслуги в этом, потому что люди все равно знают, что по городу ездит сумасшедшая группа граждан, которая заставляет предпринимателей соблюдать правила, санитарные правила, проводят по закону.